Вернём детям красоту. Под таким девизом собирают в Америке деньги для российских детей. Дизайнерских платьев произвёл впечатление. Некоторые наряды были просто царские. Широкое использование золотых и серебряных нитей и аппликаций, дорогих мехов, ручной вышивки, тонкого вкуса цветовая гамма платьев. В каждом ощущение праздника. Дизайнер получила заслуженные аплодисменты. Всё было замечательно, если бы не вопросы, связанные с целью вечера. Сбора средств для Московского детского центра челюстно-лицевой хирургии. Инициаторы сбора средств – российская газета «Коммерсант» и американское общество помощи русским детям. Российское правительство одобрило инициативу, что подтвердил своим присутствием генеральный консул Российской Федерации в Нью-Йорке Сергей Гармонин. Тут-то и возникает вопрос. Страна, которая зарабатывает миллиарды на продаже нефти и газа Европе, ядерной технологии Ирану, танков и ракет Венесуэле, страна-олигархи, которые занимают ведущее место в списке миллиардеров, покупают виллы на французской ривьере и спортивные команды в Англии, страна-руководители, законодатели и журналисты, которые поносят Америку, собирают в Америке деньги для больных детей России. Вот как ответили на этот вопрос участники светского раута. Продюсер сбора свет, директор Нью-Йоркского отделения общества помощи русским детям Анна Сергеева. Мы были созданы в 1926 году эмигрантами, которые бежали из России. И вначале помощь оказывалась русским эмигрантам, живущим за пределами в России. И последние 10-15 лет мы полностью изменили нашу деятельность и теперь мы помогаем исключительно детям в России. В Нью-Йорке тоже есть больные, нуждающиеся дети, в том числе русские. Развить им не нужно помочь? Нужно, конечно, если есть такая возможность. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Оксана Баюл. Каждый распоряжается своими деньгами так, как он считает нужным. Верно, Оксана, вы свои деньги дарите детям в России. А правительство России, благодаря вам и другим добрым душам, высвобождает таким образом деньги для производства оружия на экспорт и на гигантские зарплаты чиновникам, вместо того, чтобы тратить на лечение русских детей. Популярный американский киноактер Дон Джонсон. Разве мы не должны помогать всем детям, любому ребенку? Вот почему я здесь. Ваша позиция – дело не в детях, а в политике. Я считаю, дело именно в детях, а политика здесь ни при чем. Очень даже при чем, уважаемый Дон Джонсон, нельзя освобождать правительство России и граждан России, уже далеко не бедной страны, от ответственности за своих детей и своих стариков, перекладывая заботу о них на сердобольных американцев. Стыдно христорадничать, имея в карманах миллиарды. Тем временем гости обильно угощались спиртным за здоровье бедных российских детишек. Специально для программы «Мир сегодня» Александр Лахман, Александр Беликов, продюсер Раиса Чернина, Нью-Йорк.